Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают КВН по-прежнему молод Это по-прежнему клуб самых веселых и самых находчивых Я хочу за это передать наш самый душевный и искренний привет и благодарность Александру Васильевичу Маслякову Уверен, все мои слова будут звучать бледно в сравнении с тем, что я произнесу прямо сейчас В эфире Первого канала Отсюда из Светлогорска 29-й музыкальный фестиваль команд КВН Голосящий Кивин в Светлогорске В музыкальном фестивале Голосящий Кивин традиционно принимают участие лучшие из лучших Но в галоконцерт попадают лишь те, кто представил свои лучшие выступления То есть вот те самые уже лучшие из лучших Ну а вот уже лучшие из этих лучших из лучших получат прямо сегодня Здесь на этой сцене заветные награды Вот они, как всегда Их шесть Три малых и три больших Кивина В темном, в светлом, в золотом Осталось выяснить прямо сейчас, кто же будет решать, кому все это великолепие достанется Итак, начну с очаровательных дам Которые сегодня, наконец-то, занимают половину судейских кресел на нашем музыкальном фестивале Причем совершенно не случайно Замечательная, уникальная, потрясающая, красивая Все! Восторженный эпитетовый адрес Педагог по вокалу и певица Люся Чеботина Самая крутая певица на свете Заслуженная артистка России Наставник шоу «Голос» Пелагея Актриса, телевизионная ведущая Причем очень веселая И находчивая телевизионная ведущая Алла Михеева Ну, надо полагать, не случайно здесь оказались и другие члены жюри Телевизионный ведущий, актер, хореограф, обладатель призом музыкального фестиваля 2000 года В составе сборной Санкт-Петербурга Дмитрий Хрусталев Ну и, наконец, замечательный музыкант, главный дирижер Первого канала Народный артист России Сергей Сергеевич Жилин Внимание, сюрприз В нашем жюри сегодня дебютант И какой, дорогие друзья Почетный дебютант Летчик-космонавт И исполнитель одной из главных ролей В кинокартине «Вызов» Герой России Олег Викторович Новицкий Итак, мы начинаем, дорогие друзья И я бы даже сказал так Прямо сейчас на этой сцене Козырь Победитель прошлогоднего музыкального фестиваля И вице-чемпион высшей лиги прошлого сезона Команда КВН, представляющая Орловский государственный университет имени Тургенева Под названием «Ровеньки» В нашей стране много нефти и газа Янтарь в Светлогорске, в Сибири алмазы Рожь на Кубани, в Башкирии мед А в Ровеньках повсюду растет Лишь крапива Лишь крапива Ну здорово, Светлогорск! Ты не ищи, я лёгкий, но ты, не случишь тебя, не люблю я. Ну шо, драсьте! Эх, Светловорск, соскучились по вам выступать, прям чешется. Дмитрий Юрьевич, наше почтение. Это ты Митя? Ты чё, сам ты Митя? Хрусталёв здесь очень уважаемый человек. Он даже на гербе Светлогорска нарисован, как он в море плавает, а? Или это Жилин на спине? Пашка, ё-моё! Сергей Сергеевич, дратьсяте. Вы на Пашку внимания не обращаете. Человек чемпионат Ровеньков по девственности 27 раз подряд выиграл. Так сказать, не отдаёт пальму первенства. Да меня даже эта пальма уже заводит. Тихо, тихо, молоко! Вон, бери пример с Юрки. Таких, как он, в Америке гордо называют родитель номер 3. Я просто отчим! Ой, да ладно! Чего ты? Юрка у нас, знаете, этот местный Илон Маск. Но только у него не твиттер, а людка. Но по числу пользователей там плюс-минус одно и то же. Что? Ну ладно, где наши остальные, а, ребят? Волумбра! Святые угодники! Это шо за попутчики из Блаблакара? Мы пираты Балтийского моря! Наш девиз! Йо-хо-хо и бутылка брома! Пираты Балтийского моря! Смешно! Ну, да, звучит как иранские трансвеститы. Но мы существуем. А шо у вас попугай такой здоровый, а? Это броллер. Обычный попугай в таком климате не приживется. Так а чем вы занимаетесь? Мы держим в страхе литовский флот. Заврали работу у чаек. Понял прикол? Один раз хотели на наш военный корабль проникнуть, но нас выявили. И высушили. Поэтому по берегам Европы плаваем. Пивастры! Пивастры! Ага, их там полно. Лежат на пляжу, за ручки держатся. Пьху! Награбленная. Интересует? Есть пояс из собачьей шерсти? Не, не надо. Обритая собака. Попка ничего. Попка ничего. Ну все, Кеша Михееву в жюри увидал. Ладно. Шо, пойдем. У нас культурная контрабанда. Чо? А ничего, людей из Латвии на концерт Любеев тихаря возим. Ну шо, Юрка, расчекляй клеборезку. Ну шо, загорелые люди, откиснем как следует. Ну шо, Светлогорск, встречай орудия культ массового поражения. Равенковский дом культуры на выезде! Добрый вечер, Янтарь-холл! К вам приехал Равенковский дом культуры. Ой, простите, ради бога, привыкли, что с потолка капает. Как настроения невыездные! Прекрасно! В Янтарь-холле неоднократно выступали великие артисты. И право обнулить репутацию этой сцены предоставляется коллективу Равенковской птицефабрики. Они подготовили глубокий номер о любви, предательстве и бренности бытия. В сарае сижу за окном, со старым своим петухом. Но тут все изменилось, появился он. Он появился такой очень крутой. Еще не в супе петушок молодой. Давай, Дамчу! Дамчу, не стой! Спасибо! Как говорил классик, зачем топтать мою любовь? Спасибо! Ребята, в натуре растрогали. А на въезде в город наш автобус забросали бутылками с зажигательной смесью. Да, так тепло нас еще никто не встречал. Кстати, с нами приехал и присутствует в зале мэр города Равеньки, его жена... И их красавица-любовница! Едем дальше. К сожалению, певица мне, Шота Айова, сегодня не выступит. Ей не здоровится. Эй, я еще не выбрал! Ну все, заканчиваем! Возьми себе на память, что было между нами и что не спило с той же войны. Возьми себе на память, с ошибами снегами. Друзья, ну что, нам, знаете, очень-очень здесь нравится выступать. Вот честно. В прошлом году наша команда уже одного Кивина выиграла. Но думаем, что и в этом году что-нибудь перепадет. Но если честно, для нашей команды это не главное. В смысле, не главное? Мы шо, зря выступали? Почему? Для людей. Но команды сюда приезжают ради приза. Правильно. Но выступают, а для людей? И вот это вот «Для» гораздо важнее того ради. Эй, народ, а не делай все ради. В этой стране нашим детям расти. Делай, ты я, это так и надо, Чтобы не заглотнуть нам на полпути. Где-то у будет нас, А где-то придет. Но тучи рассеются, А уровеньки. Орловский оспарский университет. Рев, Джуз, молодежь! Молодёжь! Я знаю тебе, а ты говоришь, но ты потеряешь. Моя с этой души благодарим правительство Калининградской области в лице губернатора Антона Андреевича Алиханова, который сегодня присутствует в этом зале. Спасибо. Команда, которая прямо сейчас готовится выйти на эту сцену, с хорошим настроением, тоже не новичок на фестивале. Она приезжает в Светлогорск уже третий раз. И в прошлом году ей удалось завоевать Большого Кевина в Тёмном. Итак, полуфиналист нынешнего сезона в высшей лиге команда КВН Пал Павлович Хабаровск. А начать своё выступление «Золотое» хотелось бы с песни про жюри. Пал Павлович Хабаровский край Ну привет, мои хорошие! Что ж, на сцене Пал Палыч, кошка-мышка, кафешка, подмышка... Ты чё? Фу ты, блин, польский VPN поймал. Ладно. Давайте я вас лучше с ребятками познакомлю. Вот это Володька, и он знает абсолютно все мировые новости. Слыхали? В этом году президентом Латвии стал открытый гей. Да. А информация проверенная? Проверенная? Ну кем-то по-любому, да. Теперь их политика будет хоть как-то оправдана, правильно? Подождите, а где наш Артёмка? Ой, Пал Павлович, дорогой, на тебя одна надежда... Здорово, Светлогорск! Тёма, а шо за внешний вид? Ты чё, только что в шоу-бизнес напрашивался? Ты давай не остри, между прочим, я специально для фестиваля решил научиться играть на синтезаторе. Ща-ща-ща-ща-ща-ща. Ща-ща-ща, уже почти получилось. Ща-ща-ща. Да блин, чё за фигня? Да с чего ты решил, что у тебя получится? Ну у него же получилось. Я поиграл, 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 натянул тренинги, поиграл, 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 кеды, поиграл, 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 майка. Раз и получилось. Да чё ты вообще к нему пристал? Да потому что Сергей Сергеевич мой кумир. Между прочим, в 90-е президент США под его дудку плясал. Чё, Майя, это 90-е? Там время такое было, там и наш плясал. Всё, давай иди отсюда, а мы пока людям номерок покажем! А в Светлогорске всё хорошо, но нам кажется, чтобы сюда приезжало ещё больше туристов, нужно привезти специалиста из Краснодарского края. Ну чё, ребят, для начала в Калининград на могилу Канта. Да, потом на Курскую косу двинем. Погнали. Стоять! Вау, у немцев раушин мы забрались, чтобы вы здесь кайфовали. Зачем куда-то ехать, если всё есть в одном месте? Погодите, Светлогорск это курорт для пенсионеров. Ой, это не просто пенсионеры. Это те, кто приехал сюда в 20 и до сих пор не хочет уезжать. Да в Светлогорске вообще заняться нечем. Это мышление пессимиста. Ты приехал с деньгами, ты и уедешь с деньгами. Как-то звучит всё неубедительно. Вы ужасный продавец. ЦИ когда-нибудь сгорала под дождём. Да Светлогорск это кайф. Встаёшь на самокате, объезжаешь весь город, а намотало всего 15 рублей. Да, это единственный город, в котором можно легально материться. Просто в конце добавляешь Польшу. Да тебе за это ещё и поаплодируют. Да это единственный город, в котором ты никогда не разочаруешь свою маму, потому что на часах 10, а ты в кровати. А утром надеваешь на себя янтарные бусы. Огромная муха мащит тебе лапкой, ещё потом на ухо говорит, купи ещё и моего брата. Или просто украдить, тут всё равно ментов нету. Да в конце концов здесь можно просто посмотреть на море. О, прикольно, искупаемся. Нет, Светлогорск это город, в котором люди с кайфом просто смотрят на море. На пляже видел, как мужик в трусы засунул пуховик. Это Светлогорск! Молодцы! Чтоб к девчонке подкатить, ей нужно внуков угостить. Это Светлогорск! Из Жигулей дымит кальян, лезгинку пляшут пять армян. Это Пятигоррск! А вас не обманешь! Он в стране такой один, неспростащит тут Кивин. А это Светлогорск! И всё это можно сделать за первые полчаса, а дальше уже езжайте в свой Калининград, Селиноградск, домой, куда уехать? Я бы отвернулась, он бы приставал ко мне, и я ушла. Он бы залетал, я бы улыбнулась, вот такие дела. Роднулечки! Значит, мы часто выступаем с губернатором. И многие говорят о том, что, ой, да это неинтересно, это всё заранее записанные видео, поэтому мы решили опровергнуть этот факт. И позвоним ему прямо сейчас, в прямом эфире. Алло, это кто? Михаил Владимирович, это мы, команда Павел Павлович. Вы вообще в своём уме забыли, что вы из Хабаровского края, у нас три часа ночи. Мы просто с Первого канала звоним. С Первого канала, секундочку. Это хорошо, что я на работе 24 на 7. Ну что там у вас? Музыкальный фестиваль, нам, честно говоря, вокала не хватает. Так, так, так. Понял. Сейчас попробую. Луч солнца золотого, тьмы скрыла передать. Нормально? Ага, а откуда у вас столько голосов? Ну как откуда? Мне жители Хабаровского края все свои голоса доверили. Миллион триста. У меня вопрос, почему фестиваль-то проводится не у нас в Хабаровске? А что мы победителям будем дарить? Тоже железных птиц? Ну конечно, суперджеты можем дарить. Светлый, золотой, тёмный и все большие. Ладно, я что мог для вас сделал, давайте берите Кевин и прилетайте в Хабаровск. А какой брать? Голосящий. Весь фестиваль привозите. Ладно, договорились. Весь островок, воин так песок, Любимый при Балтийских городов. Мы друг друга собрались в них, Весь не нужно золотых. Пал Палыч в этой стае, Он такой один. Палыч, Пал Палыч, Пал, 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 Вот и на утра. Палыч, Пал Палыч, Пал, 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 Палыч, Палыч, Пал, Дебютант сезона Высшей Лиги и Музыкального фестиваля Команда КВН «Джентльмены Удачи» Курганская область. Ну что, Светлогорск, мы первый раз за границей. Так это же Россия. Так она же за границей! Вы че, до сих пор не ушли, что ли? Вы извините, что мы вам телевизор мешаем смотреть. Там все равно только хабаровский губернатор. Ладно. А вот ты классно голосишь кавказский Чиполлино, а вы, Энтерхули, не пели. Ну привет, Светлаго! А что вы хотели? Полнолуние? Итак, друзья, мы приехали из Кургана. Пришли. Пришли. Вау, Курганская область! Где это? Как же я хочу в Курганскую область! Почему нет таких криков? Ого, ты еще и танцуешь, кармелита, на стероидах. Итак, а теперь давайте знакомиться. Вот ты кто? Меня зовут Андрей Вайсенбург. Вайсенбург. Будешь в Вайсенгорск! Это почему? Ну традиция в этом месте такая, все немецкое переименовывать. А меня зовут Алихан, и это не фамилия. Вы тоже знаете его, да? Кстати, недавно узнал, что здесь губернатор Алиханов. И раз уж у нас, у Алиханов, есть свой губернатор. У меня к нему обращение. Уважаемый губернатор Алиханов, планируется ли для нас, для Алиханов, какие-то субсидии, инструменты поддержки? Можно деньгами, можно птицами. Вот уже лучший большой в бородатом. Капец, что за абьюз? Ой, абьюз. По-нахватаются у Запада всякой ерунды. Абьюзы, челленджи, свобода слова ходят потом. Господа, ну а чем будем радовать европейского зрителя? Ты с чего вообще взял, что это Европа? Тебя вчера в магазине нахрен послали. Да, но ушел-то я по-английски. Это да, это да. О-о-о, о-о-о! Вы че меня окружили? Алихан, ну тебя никто не окружал. Да не, вы не поняли, я про НАТО. Вы че, их не видите? Вон стоит, вон там двое целуются. Ладно. Кстати, вы не знаете, почему набережную не достраивают? Нельзя! Нельзя ее достраивать, иначе она вообще исчезнет! Как в Тетрисе! Тетрис! Тетрис знаю, его еще немцы боялись. Ну, Тетрис-4. Добрый день, литовская таможня! Давно не виделись! Кстати, вы на границе забыли кое-что очень важное. Что важное? Как что? Вашу замечательную песню! Да? Ну тогда один, два, три, все, всех молодых в зале посчитал. Поехали! Ну вот уже лучший жених собачьей свадьбы. Ну что, джентльмены, совета любого! Как только мы приехали из Светлогорска, я сразу же пошел в магазин, представляете? А там наши пацаны. Это кто? Здравствуйте! Здравствуйте! А у вас есть янтарь? Нет, нету, блин. Чувак, мы в Светлогорске. У меня янтарь даже в почках нашли. Поэтому вот смотрите, платный янтарь, бесплатный янтарь, королевский янтарь, ваше величество, китайский янтарь сразу с фонариком, янтернет работает на оптоянтарном волокне, янтатарь для наших туристов из Казани, янтарь-девочка, Елена Яковлева в главной роли, янтарьяны, три мушки-тера, один косарь за всех и все за одного, янтарговые отношения с другими странами. Их что-то уже маловато осталось. Янтарь-балет, это когда вот так вот по пляжу идешь, чтобы на янтарь не наступить, потом наступаешь и такой, эй, везде этот янтарь-балет. Иванушки Янтарнешнл, их что-то уже не берут, но потому что, видимо, тополиный пух, жара, июль. И настоящий янтарь, ведущий КВН. А почему ведущий янтарь? Он вчера на пробежке муху проглотил. Муху, да? Да, муху, мы же репетировали, ты че? Правильно ведь говорю, прибалтийская русалка? Дамы и господа, а специально для Голосящего Кивина мы подготовили стопроцентный музыкальный номер. Итак, внимание, сейчас Федя превратится в Газманова! Ммм, в Газманова? Что-то новенькое, ой, старенькое. Давайте посмотрим. У меня не получается. Ну, Федя, это ведь Калининградская область, родина Газманова. Попробуй еще раз. Не могу. Подождите. Это что ж такое получается? Мы сегодня не получим Кивина, ни большого, ни малого, только лишь потому, что Федя не умеет превращаться в Газманова ни в большого, ни в малого. Да как ты мог, Федя? Даже у Новицкого наполовину в Газманова получилось превратиться. С чего ты взял? Ну, он ведь Олег. И по-любому сальто в невесомости делал. Как ты мог, Федя? Что за фестиваль-то такой? Федя, Люся, Пелагея, вам че имена на покосе раздавали? Уходи и больше никогда не возвращайся. Олеган, тебе не кажется, ты немного перегибаешь? Когда кажется, Коля, креститься надо, поэтому мне никогда не кажется. Вы тоже двое уходите. Мы вообще вас взяли в команду только потому, что вы близнецы. Но ведь мы не похожи. Вот именно. Проваливайте. Вы спросите, а почему Газманов? Да хоть Олежка. Здесь вопрос не в том. Мы гонимся за быстрым превращением, а жизнь мы оставляем на потом. Все будет, к сожалению, не сразу. Зайдем на бал мы сразу с корабля. Но неизменно будет изменяться погода местная и курс рубля. Под конец вообще хорошо, очень проросшая картошка. Итак, дорогие друзья, мы первый раз приехали в Светло-Горск на Кевин. Светло здесь не всегда. Гор здесь вообще нет. Кевинов явно на всех не хватит. Поэтому мы надеемся, что губернатор Алиханов Нас Алиханов не подведет. Устроим мы для вас сейчас рюмное пати. И завтра утром вы не станете с кровати. Потому что мы тут выступали для вас. Четко лены, сейчас на стене. Замерзли руки, замерзли ноги. Здесь колодит тело и сводит рот. Спасибо, курорт! Здесь, здесь, джентльмены, джентльмены. А где, конечно же, на стене? А перед вами выступала команда КЛН. Джентльмены, удачи! Спасибо! Ну что ж, дорогие друзья, еще один дебютант на этой сцене Высшей Лиги Музыкального Фестиваля появится прямо сейчас. Сборная Белгородской области, которая называется «Близкие». Добрый вечер! На сцене сборная Белгородской области. Сегодня мы как единый механизм. Мы заряжены как никогда. Нас не останови... Кто не падал, тот не поднимался. Сегодня вас ждут уникальные песни, танцы, Пани-братство со зрителем, паркур, эстрадные номера, шоу, работающие на улице микрофоны. О, голубь. Летс гоу! Ничего себе, как наш мэр на море хочет. Добрый вечер! Здравствуйте, москвичи! Добрый вечер, калининградцы! Привет, светлогорцы! А на сцене близкие. Мы впервые на фестивале, поэтому давайте знакомиться. Это у нас Паша. Андрюх, ты че, я ж больше не Паша. Я себе двойное имя взял. Я теперь Павлуха Кирюха. Да че за бред? Не может быть у человека двойного имени. Может. Вон Сашка Олешка подтвердит. Ребят, это, между прочим, музыкальный фестиваль. Так вот почему я с гитарой. Тогда слушай, можно вопрос, че сделать, чтоб Пелагея песня понравилась? Ну, думаю, нужно попасть во все ноты. А шо, Блюсе Чеботиной понравилось? Да тоже попасть во все ноты. Алла Михеева, это песня для вас. Романс эротический, страстный. Я вчера по лесу гулял И двух сверчков там увидал. И такой маленький-маленький сверчок Своей сверчихе сказал. Она им говорит, че ты? Я говорю, да пойдем, давай. А потом они... А потом они... Любовь. Иди отсюда со своей гитарой. Ну, а напоминаю, мы впервые на фестиваль... Мужчина, че там, помехи? Да нет, Байдену по шапке надавал. Да не мешайте нам. Кстати, а где наш Рома? Когда я вижу, как ты танцуешь, малыш. Так вот кто Светлогорское солнце проглотил. Светочка, а ты пойдешь сегодня на море купаться? Ну, не знаю, а что? Да мне просто волна нужна. Волна или цунами? Свет, не слушай его. Давай лучше пойдем сегодня в ресторан. Ой, Рома, отстань. Ты не в моем вкусе. И вообще, я не знаю, кому может нравиться маленький усатый качок. Президенту Латвии! Ты не вези меня река. Мужчина, да сядьте вы! Ну, продолжим знакомство. Это Евгенич, единственный в мире нежный шансонье. Евгенич, есть песня? У меня нет. У моего отца есть. Песня про местную достопримечательность. Папа! Видно, фраер был короткий. Для людей величина, судя по могиле здесь. Уважали пацана. Пацана. Так. Ну и как зовут твоего отца? Дмитрий Волгин. Солист группы «Танцующий лесоповал». А у вас есть что-нибудь такое, что будет близко всему залу? Есть. Я сто тысяч отдал за отель в Светлогорске 40 тысяч перелет. За обед три пятьсот прекратите дурдом. Вы вообще оттоплитесь, хоть в Европе курорт. Мы в России живем. Спасибо, Дмитрий. Ребят, давайте так. Если сегодня хорошо выступим, то завтра пойдем на какую-нибудь экскурсию по Светлогорску. Согласен, Андрюх. Я как раз нашел классного местного экскурсовода. Экскурсовод на пиксовод. Добрый день. Разрешите представиться. Виталий Листовратович Променад. Про тебя, про знакомые слова. Ну, я сразу с песни начал, потому что любая моя экскурсия – это песня. Так, давайте определяться, какие экскурсии будете выбирать. Есть пятиминутные, есть пятичасовые. Пятичасовые поинтересней. Почему? Они в Сочи. Так, есть еще пешие прогулочки по Светлогорску. Пятьдесят рублей с человека. А почему так дешево? Ну, вы там сами без меня ходите, смотрите. Еще есть вариантик в Польшу через забор перелезть. На нем напряжение очень слабое. Так. Вы, кстати, местные симки будете покупать? Так у нас же наши должны работать. Знаете, да? Так. Ладно, давайте быстрее определяться, то у меня времени мало. А этого у вас что? Солнечные часы. О, дайте мне. У тебя рука в Литве. Да сядьте вы! Слушайте, давайте как-то поскорее, а то я уже заболтался с вами. Время. Ну-ка посвети. Ого, без пятнадцати. Без пятнадцати что? Откуда я знаю? Ты видишь, только одна стрелка на часах. А вы что за команда? Близкие. А, так это ваш мужик ходит и про Светлогорск песни поет. Какие? Вот такие вот. Приехал Светлогорск на неделю я, и понял я уже через два часа, что здесь очко по развлечениям, а к одиннадцати спать. Так. Иди оба отсюда! Друзья, ну а сегодня членам жюри придется принять непростое решение. Кому-то вручить эти призы. Андрюха, да когда вы наконец поймете, что в КВН ни жюри все решает. Ни ведущий, ни я, и ни вы решает все обычный зритель. Я вот сейчас любого в зале выберу и договорюсь с ним. Так вот, мужчина. Вы, например. Дорогой обычный зритель. Так приятно, что ты, обычный зритель, купил билет. Отпросился с работы. И пришел на КВН. Мы настолько тебя ценим, обычный зритель, что зачастую не можем вовремя начать игру. Я уверен, что без тебя, обычный зритель, этот фестиваль бы здесь не проходил. Ведь ради тебя, обычный зритель, сюда приходит мэр Светлогорска, министры. Просто они тоже хотят быть поближе к обычному зрителю. И я хочу, чтобы сегодня именно ты, обычный зритель, выбрал нашу команду. Вас же мы выбрали? Валер, да хватит подмазываться к местному губернатору. Он на фестивале ничего не решает. Допустим, мои парни не все понимают в КВН. Так встань на место! Александр Владимирович, а вы что, прямо в одежде в море купались? Да не, я от променада до интерхола по лестнице поднялся. Ладно, если Кевина выиграете, реально в море занырну. А если не выиграем? Нет, трезво я туда не полезу. Дорогие друзья, сегодня на фестивале все будут болеть за своих близких. Сборная Белгородской области, близкие для всей страны. Без разницы, какая погодка сегодня, если проходит Кевин. Если одна птичка у вас там свободна, мы ее тогда приютили. Жюри сидят московские, в зале Светлодорские. Земля Талининградская, команда Белгородская. Близкие сборные Белгородской области. Спасибо. Следующая весьма необычная команда очень долго пробивала себе дорогу к зрителям высшей лиги. И то, что в этом году они уже во второй раз вышли в полуфинал, доказывает, что им это удалось. Но в галоконцерте музыкального фестиваля эта команда участвует впервые. Итак, команда КВН «Флэш-Рояль» город Ростов-на-Дону. Слушайте, а кто-нибудь вообще объяснит, что здесь происходит? Обычный сувенир из янтаря стоит 100 рублей. Муха в янтаре 150 рублей. Получается, просто муха стоит 50 рублей. Не, ну а если это большая муха? Давай не будем делать из мухи слона. Получается, все, что в янтаре, стоит дороже на 100 рублей. Мне кажется, я знаю, как укрепить рубль. Кладем рубль в янтарь, и он уже на 1 рубль дороже, чем 1 евро. Слушайте, кто-то приезжает на фестиваль у жюри птичек выпрашивает, а кто-то пришел с четким конструктивным планом по развитию экономики в России. Наверное, давайте сразу предупредим юмор нашей команды, как поезд Москва-Калининград. У нас нет границ. Да, возможно, кто-то не доедет. Но по пути должно быть весело. Флэш-Роэль на сцене, пристегивайтесь. Стрыгивайтесь. Спасибо, девчат. Я сейчас все объясню. У нас в городе просто есть танцевальный коллектив. Вот думали, как можно его в КВН задействовать. Ну, пока так. Серег, что у тебя музыкального? И что это? Я сыграл Владимирский Централ. И? Я сыграл Круга на треугольнике. Серег, это не твое. Музыка или юмор? Да. Карен, синтезатор зачем? У меня есть шикарный музыкальный номер. Какой? Шикарный. Ладно, мы не самая музыкальная команда. Но и вы не Сан-Рэмо. Мы из столицы рэпа. Хип-хоп у нас крови. Пацаны, докажите. Е-е-е, шаурма без сыра, как мать без сына. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать, тринадцать, шип-динадцать, шесть-надцать, значит, нашит Один шестьдесят два. сильно ну это же песня про то что к вы но 62 конечно ты что думал мы просто пели числа думал бы просто пили число да вы ж мои потехи на жуков игорь а можно я покажу битбокс не надо почему не делай так больше понял а кто это у нас игнорирует барбершопы так лег у нас команде самый патриотичный я хочу осенью из окна посмотреть как красиво падает литва может листва осенью посмотрим наверное у каждой девушки есть парень который вызывает не бурю эмоций и он у нее номер один а это наш андрей и пользуясь тем что в этом году светлогорск самый стабильный курорт россии с нами приехал наш мэр которого выделил наш губернатор вместо денег встречайте и и и и И все это при поддержке администрации Ростовской области. Спасибо. Пацаны, Вадик приехал. Субтитры создавал DimaTorzok Свояк. А, ладно. Ребята, вот стою, смотрю на вас сбоку. Вы мне напоминаете лошадей. Чего? Ну вы же ребята. Вадик. Есть что-нибудь прикольное? Уже нет. Ладно, пойду к доктору. К доктору, да? Уже нет. И как говорит бабушка Карена. Я твою маму рожала. Погнали. И пока вы думаете, почему мамину подругу знают все о папе, но только папа. Представьте. Это кто? Это Филатов и Кэрос. Ты что, мультиплатиновый музыкальный проект. Единственные артисты из России, попавшие в топ-100 Шазам всего времени. Самая ротируемая группа на радио. У ребят более 1 миллиарда просмотров на клипах. Я это все выучил. Я так понимаю, Филатов в костюме... Да-да, Карася. Мужики, вы, конечно, очень крутые и ваши песни все знают, но вас не все знают. Да как не все? Да так, это вообще не они. Вот они. А я знаю эти треки. Они что, ваши? Ты дурак, это не чуваши. Кстати, хотел признаться, вот эти песни «Ты пчела, я пчеловод», «Ягода малинка» — я их обожаю. Классные песни, только это не наши. Я знаю. Слушайте, ну раз вы с нами, может, вы споете вместе с нами песню про Светлогорск? Слушай, у нас очень плотный график, и, к сожалению, даже Светлогорск прошел мимо нас. Вот действительно, вы замечали, как много у нас в стране красивых мест, которые проходят мимо нас? День прошел и уходит ночь, как мечты твоих улетают прочь, как надежды тают на ветру к утру. Танет лёд и трава взойдёт, пожелтеет всё, и опять сойдёт. Светлогорск проносится мимо. Все это мимо, 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 мимо меня, и день за днём я вижу, как на небе танца я. Всё это пролетает мимо, 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 мимо меня. Прошу замедлить их время. Всё это мимо, 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 мимо меня. Леса, пустыни, реки, страны, города и моря. Всё это пролетает мимо, мимо, мимо меня. Молю замедлить их время. Молю замедлить их время. Согласитесь, здорово, что у нас есть красивые места, на которые можно смотреть. А ведь сколько ещё построится к четвёртому кварталу 2024 года? Да, Антон Андреевич? Флэш Рояль, мы закончили, а вы, пожалуйста, быстрее это достраивайте, мы хотим покупаться. До 31 декабря пригласи друга на Тинькофф Блэк. Ты получишь полторы тысячи рублей, а, друг, бесплатное обслуживание навсегда. Тинькофф. Ещё одна весьма необычная команда, которая стала сюрпризом для высшей лиги в этом сезоне. Нет сомнений, что она станет сюрпризом и для всех вас. Итак, сборная посёлка А, Мурманская область. На музыкальный фестиваль много раз приезжали команды с севера. Сургута, Нягони, Мурманская, Снежногорская. А следующая команда приехала из Мурманской области и представляет посёлок Африканда. Встречайте самую северную команду фестиваля. Меня зовут Василий, его зовут Игнат. Захар, Анастасия, Тамара, Александр и Фёдор Николаевич из северной земли. Нас всех там русским именем когда-то нарекли. А чё это вы так удивлённо на нас смотрите? Вы чё, никогда людей в валенках не видели? Мы уже неделю в Светлогорске. Кстати, зацените загар. Даже маленько посветлели. Мы приехали с севера. Наш посёлок основан в рамках индустриализации, коллективизации и хип-хопизации Советского Союза. Недавно на гербе посёлка Африканды какие-то вандалы подрисовали два банана. Теперь там их восемь. А это Володя. Володя пошёл за пивом, а попал на просмотр в Калининградскую Балтику. Так сказать, пошёл за одной Балтикой, а получил другую. Ну чё, Володя, какой номер? Девятка? Ну ещё бы, ты у нас парень крепкий, тёмный. Ладно, у тебя завтра матч с Спартаком. Смотри, не выдохнись. Может, я, наконец, спою? Итак, в прилаге специально для вас поёт ваша коллега Надежда Баубабкина. Песня про медицину Африканды. Вакцины и таблетки, стерильные палаты, Томографы, рентгены, любые препараты. Вот так о Ленинграде пациентов лечат. А в Африканде доктор говорит, Желаю, чтоб вы все были здоровы. Так, Надежда, хватит. Добрый вечер, Светлогорская полиция. А, так вот как выглядит Светлогорская полиция. Мы что-то нарушили? Да нет, у нас просто принтер черно-белый. Поэтому вы по всем ориентировкам подходите. И, кстати, ребят, вы если ночью в Светлогорске гулять будете, то хотя бы улыбайтесь. Всего доброго. Российская молодежь все меньше слушает Олега Михайловича Газманова, а слушает в основном этот рэп американский, поганый. В общем, музыка заморская, поганая. Слова нашего соотечественника Олега Газманова. Я по жизни загулял, словно в темный лес попал. Гулял, 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 загулял. Ты, 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 ты Ты, 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 ты Ты морgens, я, 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 я Я морян А я девушек люблю Я их вместе соберу Вдоль по линии прибоя за собою уведу Я четыре рыбачка Я, 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 я-я Я, 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 я Я рыба Коль Пропала как-то собака Оуу! Живущая где-то в нашем корее Откликалась на крючку Люси Козы быма за хоза пербе Би Продолжение следует Пушкин, Есенин, Высовский, Гагарин Это моя страна Я рождён в Советском Союзе Сделан я в СССР Я рождён в Советском Союзе Сделан я в СССР Ну а если у вас ещё остались вопросы, мы сейчас одной песней докажем, что мы русские Ну что, слова выучили? Как отче наш! С позранку встану рано В зеркало взгляну по мной Видно в нём, что я русский Сына соберу наспех Перекус, кефир, сдоба Снился я положу паспорт Чтобы потерять оба Знаю, как ходить в хату Знаю, как скрутить счётчик Знаю, что в забор просунуть Чтобы удивить тёщу А если залу, а кази мало Мы покажем российскую прыщ В зале в маске наш пломец Василий Катушков будет пить холодиль Все узрят, что под чёрною кожей Трудно душу нам русскую скрыть Замки душу Василий Отболтись, когда на губки Е'll пятна О-о-о-о-о Африка Ну а в конце хотелось бы сказать, чтобы мы хотели получить Кевин в тёмном. Сборная посёлка Африканда, спасибо! Итак, мы продолжаем. Команда, которая прямо сейчас выйдет на эту сцену, приезжает в Светлогорск уже в третий раз. И пока без наград не уезжала. В их активе Большой и Малый Кевины в тёмном. Итак, полуфиналист Высшей Лиги двух последних сезонов. Команда КВН «Северяне» город Нягонь, Кантемансийский автономный округ Югра. Ты чё, янтарь рассосал? Встречай, Светлогорск, навстречай. Бизнес-бумер, бизнесмен, бизнесмен. Давай, нягонь и ты подпевай. Хоть бывает редко, но нам этот зал родной. И мы знаем каждого в лицо. Бизнес-бумер, бизнесмен, просто бумер, просто мэн. Денег нету на билет, телезрителям привет. Северяне на сцене! Ну что, целый год не виделись. Расскажите им что-нибудь про Нягонь. У нас в Нягоне открыли новый элитный ресторан. Там даже перед входом лебеди из покрышек стоят. Ну хоть что-то от Мишлен. Кстати, Толян, а ты когда с гостиницей вопрос порешаешь? А то я сегодня ночевал на могиле канта. Так вот у кого ты перекантовался. А я напоминаю, мы третий раз в Светлогорске. И наша цель — большой Кивин в золотом. Толян, это твоя наша цель. А наша наша цель — чтобы весь зал встал и аплодировал нам стоя, как в Нягоне. Как в Нягоне не получится, тут стулья есть. Ну и чем вы собираетесь весь зал поднять? Ренар, это что было? Номер? Я и бластер. Да все и так видят, что ты и бластер. Я по этому принципу команду набрал. Кстати, где Дима? Я подарю кусок янтаря Тот, что нашел на море Он что, себя в янтарь запихал? Вот жук! Ну и как мы его оттуда доставать будем? Ну я могу янтарь рассосать. У нас нет столько времени. Толя, у меня есть патриотичная песня, от которой встанет весь зал. Точно патриотичную? Точно, я ее подшаманил. Музыку мне. В США есть морской флот, службу дальнюю несет. К сожалению, быть в беде, баба есть на корабле. Он морячка, он моряк, он рыбачка, он рыбак. Главный враг такого флота не Россия, а сквозняк. Толя, я нам в Светлогорске профессионального певца нашел. Какого еще певца? А ты послушай, когда набережную достроите? Через месяц, брат. Как красиво поет! Так все, убери его отсюда. И вы еще хотели весь зал поднять? Спокойно, Толя. Мы сейчас гимн споем, они сразу встанут. Дамы и господа, просьба всех встать. Звучит гимн Светлогорска. Холодный ветер заждем. Все! Почему гимн такой короткий? Какое лето, такой гимн. Гимн. Кирилл, ты че так вырядился? Просто я хочу быть в парадном, когда весь зал встанет. Увидев наше европейское шоу, которое называется Европейское шоу. Европейское шоу Франция, Германия и другие арабские страны. Итак, сегодня в европейском шоу участвуют Россия и страны Евросоюза. Подождите, почему нас так много, а Россия одна? Ну, хотите, присоединяйтесь. Верно! Один ноль, но мы продолжаем! Европейское шоу! Если вы еще не в курсе, вы зимой замерзли. Итак, двигаемся дальше. Слушаем! Что целует Эрдоган? Европу? Россию и Европу, там два поцелуя. Два ноль, но мы продолжаем Американское шоу! Подождите, было же Европейское. Кто платит, тот и музыку заказывает. А мы движемся дальше. А теперь угадайте Европейское блюдо. Пей пиво на заре, пей пиво без снов. Пей пиво на траве, пей пиво за столом. Это в мясо по-французски. Три ноль, но мы продолжаем! Европейское шоу! Не расслабляемся, следующее задание музыкальное. А у нас нет кнопки. Ну вот и нефиг выделываться. Загласил! Че сидите? Россия победила! Вставайте! Вот вам лишь бы не работали. Вы мне скажите, зачем вы хотели весь зал поднять? Толя, мы просто хотели поговорить со зрителями глаза в глаза. Но они не встают. Ну тогда давайте мы сядем. Знаете, мы каждый год приезжаем к вам и понимаем, что Нягонь и Светлогорск очень похожи. У нас холодно и у вас холодно. У нас вокруг живут хищники и у вас неспокойно. У нас нет пляжа. И у вас нет пляжа. Получается, мы дома? Получается, мы дома. А еще у нас с вами никогда не было большого кивина в золотом. И мы с пацанами подумали, что если мы его сегодня выиграем, то оставим его здесь, дома. Потому что нам для своих ничего не жалко. Толя, а они могут для нас встать? Не знаю, но мы ради них встанем. Вот это да! Прям как в Нягоне! Вот смотри, мамуля, а ты не верила. Есть у них тут стулья? Помнится, как в детстве с парнями по соседству Старые кассеты мы смотрели с КВН А сейчас с друзьями, с теми же парнями Мы стоим на сцене все того же КВН Словно по привычке Светлогор за птичкой Масляков звонит, и мы сорвемся по-любому И уже свинишка Нягоньский мальчишка Смотрит в интернете, но все тот же КВН Мечтая о нем За девять лет голосящих именов в Светлогорске Мы единственная команда, ради которой поднялся весь этот огромный зал Это ли не главная награда фестиваля? Северяне, ну вот такие мы Любви меня, любви Жарким огнем Ночью и днем Сердце чертая Любви меня, любви Не улетай Не есть лица В прошлом году эта команда стала вице-чемпионом высшей лиги МКВН Однако за награды музыкального фестиваля Сегодня она попробует побороться впервые Итак, встречайте команда КВН Санкт-Петербургского Государственного университета промышленных технологий и дизайна Под названием «Поэтессы» КВН Санкт-Петербургского Говорят, что из песни не выкинешь слов. Да, красиво звучит, но неинтересно. Встречайте тех, кто за текст ответить готов. Впервые в Светлогорске поэтессы. Сегодня в программе народный фольклор, любовные яркие оды, детской поэзии полный набор и женщина просто на взводе. А вы как сториз в Телеграме, дружок. Тоже бесячий и тоже кружок. Ладно. Не перестану, дамы, восхищаться, в какой красивой мы живем стране. Вот, Василиса, вы бывали в старом Кёнигсберге? Евгений, он прям сейчас во мне. Так, Василиса. Время для одной из ваших элегий. Пожалуйста, стих о вечном Олеге. Газманов мужик, русский наш человек. С ним женщина не забалует. Косякнула, а тескогронит Олег. А может, это Исаулиц? Василиса. На кону шесть птиц. Переходите достойней. Шесть птиц? Это воздушный флот Эстонии. Так, Вероника. Помолчите, Мария. Послушать что-то про любовь будем рады. Ода, главному холостяку Калининграда. Мне повстречался мужчина достойный. Для ревности он не даст повода. Я в канта влюбилась. Он тихий, спокойный. И сразу с землей в центре города. Так, Леночка, учитель младших классов. Точно подготовилась по-чемпионски. А я как раз пишу задачки для детей, что отдыхают в Светлогорске. Дано, билет на концерт Миши Бублика стоит немалое множество рубликов. Вопрос. Если весь интерхол заполнила публика, сколько у публики Бублика рубликов? Лена, ну что это за задачка? Где нормально сформулированное дано? Тут. Всего за три дня на курорте Вадиму дано Алифтиной, Галиной, Кристиной. Не надо таких стихов. Вероника, что у вас? Есть вопросы. В Калининград из культурной столицы самолеты летают не час, а час тридцать. Вопрос. Если всех мы нагибаем, почему мы огибаем? Так, все. Так, вижу, все-таки подготовили что-то музыкальное. Василиса, что у вас? Романс. Баронессе Блиновской посвящается. Наворована очень много на людям много чего навещано и по делу в оковы закована. Марафонная ты, наша женщина. Так что если вам позвонит вдруг банк, чтоб три цифры узнать, вы же зеленые. Не советую называть их вам, их, возможно, услышит вселенная. Я так понимаю, цыганочка с выходом. АПЛОДИСМЕНТЫ Шок. О, ну вы хотя бы подготовились. Пиджак, цилиндр. Вы Пушкин? Я инстасанька. Для вас инстасандр Сергеевич Пушми. И к чему это? Учебники прошлый век. Биографию Пушкина проще учить так. Я вообще делаю, что хочу, и за это в ссылках потом торчу. Я бы с удовольствием поехал бы на море, но четвертый месяц пишу я лукоморье. Это я в Михайловском, я просто отдыхаю. Здесь мои друзья Кюхель, Бекер, Чиадаев. Да еще не все мои стихи знают, но в начальной школе я вас задолбаю. Романы не пишу, но онегин, да. Дантес, Глашок, а я гений, да. Конфликты не люблю, но дуэли, да. Дуэли, да. Дуэли. Ай, да Пушкин, я суптин сын. Лена. Меня чуть позже Дантес убил. Лена. Давайте закругляться. Ни в победе, ни в манеса, мы будем вместе с тобой бежать. На перекрестках и улицах, соединяя наши сердца. Эпилог. У России, конечно, есть много преград, но помочь всегда готов Калининград. Зара, першка, Шанель, Найка и Чиндэм, Валио, Дайсон и Кея. В России больше нигде не купить, но есть чем все заменить. Даже если все уйдет, то пустоту миров, Все, что хочешь, мне Янтарь заменит. Платье, шляпа, надпы, ноутбук, кровати, шкаф, Даже если мотоцикл, то есть Янтаря. Ну что же, Светлогорск, хорошего денечка. Санкт-Петербург, культура, поэтессы, точка. Следующая команда уже выступала на этой сцене в прошлом году, но на этот раз она появится совершенно в обновленном составе, поскольку объединилась с другой, хорошо известной всем командой. Итак, полуфиналист нынешнего сезона высшей лиги, который представляет Ленинградскую атомную станцию. Команда КВН, атомная сборная, город Сосновый Бор, Ленинградская область. Здравствуйте, на сцене атомная сборная. В том году мы ехали сюда за Кевином, а уехали с Янтарем. Но в этом году все будет по-другому, потому что с нами приехали они, Россы. Нифига себе, Ростик с пафосно в Россию вернулся. Аня, ты что? Я не Аня, я Кевин. Кевин? Да. Все же хотят увезти отсюда самую большую птицу. Но! Ну! И какой ты Кевин? В темном, светлом, золотом? В девках. Аня, ну если честно, ты больше похожа на мать Кевинов. Ну тебя как будто реально под силу за один раз шестерых выносить. Tá. Смешно. Вот ты и стал на шаг ближе к награде... Опа-папа, не-не-не-не-не-не... Киевин вообще-то голосящий Ну ты и душный, ладно, песня Латвийский президент, мальчик молодой Лучше не вставать к нему спиной Формальности соблюдены, забирай награду Да какая награда? Я же даже не шутил Ну а КВН сейчас такой, главное чем-то зацепить Воу-воу, 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 воу-воу Ань, вообще-то кто какой Кивин получит, решает жюри О, кстати, еще одна команда, которая может побороться за эту награду А можно как-то поуважительней к членам жюри? С чего бы, они выглядят, как будто их жюри физрук рассаживал Мальчик-девочка, мальчик-девочка Я вообще слышала, что там сидит мужчина по вызову Из вызова, Аня, из Он космонавт Ну тогда точно все сходится Раз космонавт, значит, к перегрузкам привык Ну что, Олег, ко мне или к вам? Короче, я все придумала, давайте, я космонавт, вы черная дыра Засосите меня Аня, отстань от Олега Ладно, Сергей Жилин, давайте, вы гуцли, я гармонь Засосите меня Аня, прекрати А вам эта часть не нравилась? А, ну правда, хватит, мы сейчас реально без Кивина останемся Давайте тогда как-то вместе стараться Ребят, вы не Балтика, я не Игнашевич, чудо не случится Нужно и самим что-то делать Добро Песня актуальная, геополитическая Если долго-долго-долго Игнорировать Лаврова За спиной строить козни На Россию забивать То, наверное, верно, верно То, конечно, нежно-нежно Где-нибудь в Санкт-Петербурге Можем сами свой собрать А-а-а На Африку планы вот такой ширины А-а-а На Европу полт вот такой вышины А кто это в Калининградскую область Да со своим патриотизмом приехал Это ж как в Тулу со своим самоваром Ребят, поймите, люди сюда пришли Чтоб расслабиться, а не чтобы напрягаться На курорте надо как-то, ну, про курорт петь Так о чем здесь петь? Море холодное, янтаря много Все команды об этом поют А про лифт? А-а-а Лифт? Лифт А вы уверены, что там прям на песню информации хватит? Да что ты народ пенталгинишь? Конечно, хватит! С горкой! Лифт! Янтарь-холл проходишь, и он, вот он Лифт! Архитектор башен разработал Лифт! Его вместительность примерно 20 мест Построен местной фирмой СЛК Инвест Богоподобный вертикальный исполин Из развлечений в Светлогорске топ-1 Лифт! Людей на берег быстро доставляет он Своего рода металлической хорон Звезда всех фото в запрещенном Инстаграм Он в Светлогорске, как в Париже, Нотр-Дам Ну, как на фоне этого предыдущий номер-то заиграл? Ну ничего, мы как Элон Маск и Цукерберг Еще поборемся, давай, объявляй! Калининградская область это своего рода дача России Судите сами, отличная природа, есть водоем И как на любой даче, не повезло с соседями Смотри, нет ее дома? Нет! Точно нету? Да! Тогда пиши, Крулевец! А сейчас кому-то глаз на Краков начну А блин, Россия на дачу приперлась Вы мне что тут за ерунду пишете? Че молчите? Опять делаете вид, что русского языка не понимаете? Мы просто думали, что тебя здесь нет! Ты хотел сказать, мечтали? Я вообще не пойму, что вам тут спокойно не живется Это потому, что газ на участке только у меня? Зато посмотри, какая у нас капуста! Да мне ваша эта бруссельская нахрен не нужна У меня вон как пекинская прижилась Да сколько можно? Мы здесь живем единым кооперативом Одна вы тут как кость в горле Ничего, что это сейчас тут ваш кооператив А раньше здесь было, мое товарищество Господи, да привяжите вы уже Литву! Ты такие нервные, потому что ты весь свой участок тополями засадила А я шо виновата, что вы что, не пасаете? У вас растет только русофобия А тополя-то так, чтобы, если что, вам земля пухом была Чего? Шутка! Ладно, пойду, у меня там очередная серия турецкого сериала началась А что за сериал? Да я, честно говоря, уже нить потеряла Просто фоном слушаю Россия, мы посовещались Может, вы продадите свой участок и съедите отсюда? Да вы шо, это же моя дача Она в идеальном месте Я отдыхаю, а все вокруг смотрят и завидуют Я для тебя живу и умываю Я за тобой готов выйти по краю Ну, на Кевин с правительственным мы уже точно наиграли Но времени остается мало, поэтому, ребят, давайте как-нибудь быстренько покажем номер сразу на большого Кевина в золотом Подожди, у тебя типа такой есть? Безусловно Да потому что ты дыня Да потому что ты дыня И почему твоя? В Светлогорске в золотом есть две вещи Кевин и шпроты в маслице Чтобы получить первое, мы решили показать номер про второе Итак, встречайте Маслодрама «Судьба шпрот» Рыбу привезли, разгружай Галя, шпроты привезли, поставь на полку О, шпроты партии, давай под водочку возьмем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Ань, и типа вот это был номер на «Золотой Кевин»? Ну ты понимаешь, это же просто метафора. Просто судьба КВНчиков, она как судьба шпрот. Плывешься где-то спокойно по течению, и потом бац, и тебя засасывает. Теряя голову, ныряешь в эту банку, тебя готовят, заправляют масляковым и, так сказать, открывают. И уже много лет все это, вся страна с удовольствием наворачивает. И этот фестиваль... И этот фестиваль, он как банка шпро. 12 рыбок, все примерно одинаковые. А вот как выбрать, какая самая вкусная? А самое вкусное, это знаете, когда в банку вот так вилочкой раз, и случайно сразу две достал. Веселок Светлогорский мимо, мимо, мимо меня. Но я уверен в том, что это все было не зря. И пролетит сегодня птица мимо, мимо меня, мимо меня. Давай еще раз! Веселок Светлогорский мимо, мимо, мимо меня. Но я уверен в том, что это все было не зря. И пролетит сегодня птица мимо, мимо меня. Сейчас пришло мое время. Команды благодарят Госкорпорацию «Ростех» и всю большую майорскую семью, а также всех, кто вместе с нами создает будущее. Следующая команда сыграла уже в двух сезонах Высшей Лиги, а сегодня впервые выходит на сцену «Янтарь Холла». Команда КВН «Не кипишуй», область Абай, Республика Казахстан. Есть за уральскими горами маленькая страна. Ну, по сравнению с Россией, конечно. Там люди с добрыми глазами, лесов и степей полна. И санкций не было, да. Там чудо моря хас пьется, есть оно и у вас. И у вас, и у нас. И у этой страны столицу переминовали не раз. Ну, все мы помним, да? Маленькая страна. 20 миллионов населения. Маленькая страна. Пять в Франции вмещается. Если закрыто окно в Европу, есть еще вход с отца. Ну, вы поняли, да? Ну, привет, Стокгольм! Тима, какой Стокгольм? Берега попутал? Это Калининградская область. Ассаламу алейкум, светлого! Олег Викторович, не-не, это не вы на Байконуре приземлись. Это мы, казахи, Светлогорск. Приехали. Казахи! Эй, ребят, эту песню мы же в конце будем петь, вы че? А, да, да. О, здравствуйте. О, крепкий Олежка, да? Ернар, ты где был? Я же там с Олежкой заролился. Ернар, нам надо выиграть Кевин. О чем шутят другие команды? Смотри, они шутят про то, что здесь холодно. Ну, правильно, здесь же янтарь. Вы приезжайте к нам, у нас июль. Знаешь еще? Шутят про то, что после 23.00 здесь ничего нет. Как нет? У нас есть мои тревизы. Я вот эти команды не понимаю вообще. Они вот приезжают сюда и шутят про недостатки. Зачем? И вы за это еще хлопаете, смеетесь, еще за деньги. А вы им Кевин раздаете за это. Зачем? А у казахов не принято говорить плохо в гостях. Опять? Опять можно? Песня о том, почему все россияне едут отдыхать именно в Светлогорск. Ехать некуда. Там Литва, пацаны. Сюда, сюда. Дорогие друзья, наша команда впервые в городе Светлогорск и первым же делом посетила местный пляж. Пляж, Балтийский пляж, если замерз, повыски траж. Не траж, не траж, не траж. Эй, 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 казахи, да? Да. Добрый день, я спасатель. А где мягкий знак? Эй, я жесткий спасатель. Помогите, помогите. Так, левой рукой, левой помогаем, правой помогаем, ногой, ногой. Красавчик. А вы точно спасатель? Конечно. Я просто сейчас на дистанционке. О, а там вот люди голые ходят. Это что, нудистский пляж, да? Нет, это казино. Помогите, помогите, у меня муж тонет. Что вы делаете? Это искусственное дыхание. Вот так вот своему мужу сделаете, да? Все плавать умеете, да? Конечно. Серьезно? Да. Как там вообще плавать? Ну вот так, да. Можно еще спиной вот так. Хорошо, напоследок давайте. Вот ты купаться не пойдешь. Почему? Э, температура у тебя. Казахи настолько музыкальный народ, что проводят вот такие вот соревнования. Добро пожаловать на чемпионат Казахстана по дальнему пению. Участник номер один. На старт. Внимание. Марш! Ой, все, 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 все. Отсюда уже не слышно. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21. Че, сколько? 25. Хорошо. Участник номер два. Эй, фальстарт. На старт, внимание, марш! Ой, там все-все-все, короче, понятно, там уши больше двадцати пяти. Хорошо. И, наконец-то, участник номер три. Кто? Ты же. А, я участвую, да? Да. На старт, внимание, марш! Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Пелогайте, подержите ноту, пожалуйста. Так, все, все. Ой, я дальше не пойду. Почему? Ой, там шингин нужен, юбка. А-а-а! Ребята, вот я вот туда-сюда бегаю, да? Вообще, сколько Кевин сегодня разыгрывает? Ну, шесть. Наш семь же. Семь не хватит же? Да. Вот поэтому ты и уйди с команды. Уходи, уходи. Почему? Потому что Кевина в пухлом не разыгрывает. Ой, Кевина в некрасивом тоже не разыгрывается. Тем более, еще одна причина. Давай, уходи вот тут. Давай, давай, давай. Ты, ты, ты тоже уйди. Я-то почему? А, я сестре обещал, мне два надо. Ой, китч. Вот сестру мою помните? Да. Такая красивая, талантливая. Я одну возьму ему, да? Подожди, подожди, Юрн, 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 если не тебя, пожалуйста. Ребята, вернитесь, пожалуйста. Ребята, вернитесь, эти шесть Кевинов для всех двенадцати команд, понимаешь? А, да? Да. Ой, по-любому мне один надо. Зачем? Ой, я же говорю, я сестре обещал. Какой еще сестре? Ты че думаешь, Пелагея просто так помогала, что ли? Финальная песня! На Балтийском море сегодня будут спорить Команды из России и не из России Это же мы! Зритель быстр, молодой Светлогорск, алад, дорогой Кири, герень, золотой Желательно большой Команда КВИ не кипишуй, область Абай! Светлогорск, давай! Уже третий сезон высшей лиги играет следующая команда И за это же время она успела увезти из Светлогорска Двух малых Кевинов в темном и в светлом Полуфиналист прошлого сезона Команда КВН Красный Лис Город Владивосток, Приморский край А свою начальную песню мы бы хотели посвятить Мировой кинопремьере Барби! Привет, Барби! Привет, Кен! А где мы находимся? В городе, где эта песня не старье, а классика! Здравствуй, Светлогорск, с вами Красный Лис Улыбаемся, не стесняйся Песенки споем, Кивин мы заберем В лентарном зале, целый год нас ждали Команда КВН Красный Лис Ха-ха-ха-е Остановитесь! Хватит! Че у вас происходит? Ну мы хотели посвятить наше выступление кинопремьере Барби Барби? Ха! Виталий, а ты че, Кен? У вас общего только то, что у тебя рука не сгибается Ну я же тебе по секрету сказал Ну если про Барби ничего не будет, я пошла А ты че в очках? А, это я здесь купил специальные очки, чтобы янтаря не видеть А то я каждый год езжу, покупаю постоянно У меня дома целых три ведра этого блаженства А из чего очки сделаны? О, твари! Так, Ром, ты че хочешь? Ну ты слышал, ведущего? У нас есть малый Кевин в темном, малый Кевин в светлом Нам нужен малый в золотом Зачем? Набор Набор это круто Набор это стильно Набор легче продать Ладно, и как получить малый Кевин в золотом? Стараться, но не очень Это как? Ну смотри, чемпион мира по бадминтону Цой Анатолий 90% мировых запасов Янтаря И что ты предлагаешь, не стараться? Да Ну даже Эрста жюри нет Да, он никогда не сидел в жюри Слогорска Может он музыку не любит? Ну как он музыку не любит? У него вообще-то на канале выходят такие передачи, как три аккорда Угадай мелодию Поем на кухне всей страной Ну да, может и не любит Так все, мы приехали за большим Кевином в золотом Наташа, пой Мужичок с гармошкой без одной ладошки Хорошо играл, но баян ронял Ну вот же, вот, Наташа тоже не хочет большой Кевин Слышь, ты и на ранчо Э, я тут людей оскорбляю, не ешь мой хлеб Ладно Судя по масштабам, мы свидетели новой зерновой сделки Слышь, 12-летний батюшка Ты вы сами-то что-то сделали? Вообще-то, чтобы узнать Светлогорск, Даня прожил здесь целый год Что говорят местные? Какие местные? Местные — это миф Я тебе по секрету скажу Когда сезон заканчивается, этот город в коробку складывают и в Калининград подсобку убирают Ром, ну давай поборемся Может ты, как в прошлом году, будешь подкатывать кому-то из членов жюри? Я больше не буду этого делать Тем более, в прошлом году мне и Чеботина, и Михеева отказали Почему-то? Потому что женщины в силу социальных шаблонов, навеянных обществом, а также под действием эндорфинов Могут страдать некоторого рода эмоциональным дальтонизмом, потому не могут качественно выражать свои эмоции Виталь, ты опять с лесбиянками тусуешься? Они меня кормят Мы зачем его в команде держим? Да нормальный он Нормальный? Он спорит с постельным бельем Потому что когда я под одеялом, я под одеяльник Я Эммануил Кант Не, ну я знал, что он не русский, но чтобы настолько Хватит шутить про меня Лучше пошутите про мой категорический императив Категорический императив? Какое тотальное попадание в целевую аудиторию Сейчас мужички, которые перед концертом сищу пива раздавили, сидят такие Ну наконец-то он Категорический императив А то все песни, танцы, пляски На могиле-то я был, но сути не уловил Ой, прям с языка снял Сиди отсюда Я так и знал, что вы ни на что не способны, поэтому вот Фестиваль музыкальный, я нашел пианино Ты умеешь играть на пианино? Чтобы найти пианино, не надо уметь играть на пианино Но никто из нас не умеет играть на пианино Из вас нет А в жюри сидит человек Виртуоз, музыкант, основатель оркестра, фонограф, симфоджаз Ах, вот чем Хрусталев занимается Я про Жилина Хватит Я про Жилина Все Сергей Сергеевич, можете научить меня играть на пианино? Запуск Ром, а ты думаешь, он согласится? А ты думаешь, он идет мне прям в лицо «нет» сказать? Сейчас люди по телевизору подумают, что у нас детское пианино Ты что-нибудь-то умеешь? Ну покажи Пока все Уже неплохо С этого все начинают Ладно, давай попробуем с чего-нибудь простого Давайте, с чего? Ладно, ты ноты принес? Ага, их всего семь, я думал, вы помните Да я-то помню Ну хорошо, ладно, давай проверим название нот Знаешь, учил? Вот это как называется? Соль диез А это? Рэбэмоль Наташ, ты можешь попроще объяснить? Это знаки альтерации Аааа Паш? Ну где-то надо играть выше, где-то ниже Виталь? Ты не поймешь Вот человек доступно объяснил Ну главное, чтобы тебе стало понятно Хорошо, вниз посмотри Ааа, педали! Вы просто не видели, там реально педали! Ну да, на механике никогда не умел Там просто их три Рома, с механики все начинаем Если хочешь научиться как следует, надо начинать Ну давай Давай в три руки поиграем А у вас три руки? Сейчас увидишь Вот здесь, давай, вот здесь Ну-ка, давай, давай Не, вы думаете, вы такой хороший пианист, что я взял и просто вот ни из чего Просто сам такой Ааааа! Ааааа! КОНЕЦ Сергей Сергеевич, большое вам спасибо. Вы исполнили мою мечту. Да, я знаю, ты давно хотел научиться играть уже. Не, я хотел играть в Коансиде. Вообще, на самом деле, правда, вы нам не первый раз уже помогаете. Большое вам спасибо. Знаете, если когда-нибудь так получится, что вам понадобится наша помощь, то, во-первых, вы что-то явно не так делаете в жизни. А во-вторых, мы всегда вам поможем. Народный артист России, наш большой друг Сергей Сергеевич Жилин. Ваши аплодисменты. Ну и в конце. Это наш третий и, скорее всего, последний фестиваль. Серьезно? А ты будешь клянчить ТВ? Ну, все клянчат. А если все с 20 этажа прыгнут? Светлогорский. Хватит. Я панк. Я ни у кого ничего не буду клянчить. Панк, проверяющий холестерин. Это важно. Заткнись, понял? Еще одно слово. Ты трус. Если говоришь, что чего ты не хочешь, и в итоге этого не получить, то вроде бы ты так и хотел. Хватит говорить то, во что ты не веришь. Мне не нужен большой кивин в золотом, мне комфортно в этом весе, она на вкус такая же, как американская. Хватит себе врать! А если проиграем? Иначе мы просто сделали недостаточно. Паша прав. Молодец, что сказал. Да, больно. Больно это признавать. Да, мы хотим кивин. Да, большой золотой. Все, кто выходит на эту сцену, все его хотят. Даже Олежка хочет большой золотой кивин. Если кто-то скажет, что не важно, кому он сегодня достанется, давайте нам, нам важно, мы хотим. Да, мы знаем, что это тяжело, но в жизни нет ничего невозможного. Посмотрите хотя бы на Олега Викторовича Новицкого. Человек весь мир посмотрел. Хотя даже не выездной. Команды КВН в бесконечном потоке достанется шутки, а главное мысли. Панковский дух народился в Европе и продолжает жизнь как в личности. Все, что мы знаем, мы не можем без этого жить. Давай! Крутое выше все, руки выше, Чтоб даже тот, кто не пришел, нас услышал. Мы не сдадимся и точно найдем до конца. А нам надо, о, как нам надо, Скорее в обладе, ты скаленит града. С тобой на память заберем мы в ваши сердца. Красный лист, спасибо. Руки выше все, руки выше, Чтоб даже тот, кто не пришел, нас услышал. Ну что ж, дорогие друзья, у нас осталось последнее выступление. Финалист прошлого сезона в высшей лиге и обладатель Большого Кивина в светлом прошлого музыкального фестиваля сборная Московского авиационного института город Москва. Светлогорск, город-курорт. А инженеры на курорте в первую очередь борются за женское внимание. Встречайте, последний предсмертный писк моды. Нет, это не очередь бесплатный туалет. Это сборная Московского авиационного института. Привет. Легендарное возвращение майки в сеточку, сквозь которую мы можем наблюдать редчайшее для женского глаза явление соски инженера. Майка Сашки напоминает нам экономику России. Страшно, но просветы есть. Следующий лот нашей коллекции — льняные брюки. Именно в этих брюках дед Кирилла просил его похоронить. Он так и говорил. Кирилл, в этих брюках тебя надо похоронить. Ну и гвоздь, а точнее штырь нашей программы — Евгений. Очки Евгения как стратегическое ядерное оружие в Беларуси. Видно, что не его. Как будто кто-то подарил. Да, красота требует жертв. И сегодня жертвы — это вы. Ну привет, 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 привет. Здравствуйте, Двагон. Ну, знакомьтесь. Вот они, авиационные инженеры. Ну что, ребяточки, музыкальный фестиваль. Давайте песню сорём. Может, споём? Да нет, это такая песня, её рать надо. Силу Анна в грех и Мишустин За столом засиделись не зря Ждут, когда Набиулина скажет Этой ночью, ребята, пора Адаст, купаем доллары сейчас Адаст, какой тут камен У нас есть два часа Адаст, ребята, вы чё... Дмитрий Андреевич, успокойтесь, вы же нищий. Ах, блин, повезло. Но зато, Лёшка, у нас сегодня все шансы, потому что в жюри наш коллега Олег Новицкий, лётчик, инженер, космонавт. Ого, настоящий космонавт, это круто. Ого, настоящий космонавт, это круто. Женя, что происходит? Мы вообще-то с тобой встречаемся, не забыла? Не забыла, ты же мне на телефон на каждые полчаса напоминание поставил. Успокойся, мне просто всегда было интересно узнать. Олег, а земля действительно красивая с высоты? А чё ты у меня не спрашиваешь? Капец, он даже не инженер. Он испытатель. Он не проектирует, а испытывает. Он как этот человек, который на шашлыки пришёл, уже готовое мясо попробовал и такой... Ну да, я, конечно, по-другому замариновал бы. Да я другим восхищаюсь. Человек-герой, стал космонавтом, а был обычным парнем из Белоруссии. Понятно. На иностранца запало. Жень, я просто похвалила человека за его заслуги, а ты за свои ревности всё испортил. Ну и оставайся тут с его заслугами. Да блин, ребят, ну чё такое, а? Мы сюда за Кивином приехали, а не жюри ругаться. И вообще, жюри не ругаться надо, а контакты налаживать, а? Кстати, на прошлом фестивале, на появление нашей команды, Люся Чеботина отреагировала вот так. Ран, бахся, ран! Ран, бахся, ран! Ран, бахся, ран! Ран, бахся, ран! Ран! Люся, здравствуйте. Вот вы сказали «вау!» и забыли. А Кирилл вам уже дома на раскладушке постелил. А ещё он для вас песню переделал, пожалуйста. Я буду верный, как собака. И всё? Ну да, я весь смысл в одну строчку вложил. А дальше что? А дальше, Люся. Жду вашей команды. Так, Кирилл, фу, место! Вы его, конечно, извините. Понимаете, песни Кирилла, они как цифровой рубль. Сложно объяснить, зачем это нужно. Давайте просто похлопаем за старания. Короче, придумал. Стану космонавтом, и ты не будешь на других засматриваться. Жень, нельзя просто так взять и стать космонавтом. Там перегрузки по 8G. Ну, вообще-то правильно говорить. Точка G. Кирюш, вот слышишь звон, не знаешь, где он. Короче, всё, выносите, сейчас тебе всё докажу. Жень, это что? Тренажёр для космонавтов. Жень, ну зачем тебе в космос лететь? Может, по старинке? Казахстан? Вот ты в меня не веришь, а у меня всё получится. Видишь, ничего сложного. А, она ещё и крутиться будет. Жень, перестань страдать фигнёй. Так, ну-ка давай быстрее. Включаю вторую скорость. Жень, чтоб голова не кружилась, попробуй в одну точку посмотреть. Хорошо, спасибо. Паша, давайте ты свои советы себе в одну точку засунешь. Ну-ка давай ещё быстрее. Включаю третью скорость. Ребят, ну не надо. Да всё нормально, я же русский учёный. Отче наш, ежеси на небеси, досвидится имя твоё. Ребят, ну остановите его кто-нибудь. Да, ребята, вы с ума сошли. Жене, плохо вы шутки шутите. Это Светлогорск, здесь петь надо. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Баба! Как сын грусти до матери, как сын грусти до матери, грусти мы на земле одна одна. Жень, ты там живой? Если салавный рог отца способа... Отлично! Света, ледяная синева. Ребят, ну хватит над ним издеваться, как её выключить? Мы не знаем. В смысле, а как вы планировали её останавливать? Как Центробанк инфляцию. Просто оставить всё как есть. Не может же она бесконечно раскручиваться? Помогите кто-нибудь. Здравствуйте, Светлогорская полиция. Кто последний в эту штуку? Уйдите, не до вас сейчас. Ладно, ну пойдём на лифте покатаемся. Неужели ничего нельзя сделать? Олег, вы же герой, пожалуйста, помогите. Да не так пафосно, просто выключите. Лиз, не переживай. Если с Женей что-то случится, я всегда буду рядом. Олег, пожалуйста, быстрее. Жень, ты как? Прикиньте, у апостола Петра сандали, как у Пашки. Олег, спасибо, что помогли. Жень, я так рада, что ты жив. А что, проиграл, лузер? Да хватит. Извини, я просто хотел тебе доказать, что я могу быть как настоящий космонавт. Извини, но это просто детский аттракцион. Ага, детский. Ну и что вам слабо на этом детском прокатиться, а? Как вам такой вызов? Легко. Окей, хорошо. Давайте как меня, включите ему сразу третью скорость. А можно завтра седьмую? Включаю седьмую. Жень, ты со своей ревностью совсем достал. Еще Олега Новицкого в это втянул. Иди ты. Лиз, ну прости, пожалуйста, а? Все, выиграли Кевина, да посреди отсюда. Сборная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Женя, ты ничего сказать не хочешь, а? Олег, простите, пожалуйста. Вы действительно крутой мужик, и спасибо, что спасли. Давайте поаплодируем настоящему космонавту. Лиз, и ты меня прости, пожалуйста. Я же не просто так ревную. Просто я понимаю, что я для тебя не самый лучший вариант. Жень, прекрати. Ты же для меня как отпуск в Светлогорске. Да, есть в мире варианты получше, но ты-то мое. Когда за ручку с ней иду и тычет пальцем в нас прохожий, Когда ее я обнимаю, себя я обнимаю тоже. Когда поцеловаться им мешает все, и даже птицы. Когда берутся за руки и начинает сердце биться. Знай, это любовь, с ней рядом пили, тихонечко плачет. Знай, прощения нашел. Ты тоже найдешь, а мы не промажем. Ребят, подождите. А мы что, кивин вообще просить не собираемся? Дмитрий Андреевич, это немного не так работает. Вот вы любите КВН? Люблю. Ну вот, а если ты что-то любишь по-настоящему, то твоя награда тебя обязательно найдет. Да, Лиза? Да, Жень. Сборная Московского авиационного института. Светлогорск. Это любовь. Ну что же, это были все выступления, которые сегодня могут претендовать на награды очередного музыкального фестиваля. Осталось только выяснить, кто же именно их получит. Поэтому жюри приступает, как всегда, к очень эмоциональному совещанию. А я приглашаю всех участников на сцену. Всем вам аплодирует Светлогорск и телезрители Первого канала! Итак, решение принято. Я приглашаю наших судей на сцену! Малый Кевин в темном вручает Люси Чеботина! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы знаете, есть такое шикарное выражение, что джентльмены предпочитают блондинок. Вот. А блондинки, наши члены жюри и я в том числе, выбирают джентльменов удачи. Малый Кевин в Светлом вручает Дмитрий Хрусталёв. Не только жюрить сложно, но и начинать сложно. Но они прекрасно начали. Мне кажется, нам кажется, что Малый Кевин Светлом надо отдать Ровенькам. Малый Кевин в Золотом вручает Алла Михеева. Ещё раз всем привет! Привет, Светлогорск! Я хотела бы Маленький Кевин в Золотом вручить самой необычной команде с самым необычным юмором. Флэш-рояль! Большой Кевин в Тёмном вручает Пелагея! Добрый вечер, друзья! Здравствуй, Светлогорск! Квен всегда был не только про юмор, а вообще и про философию, и про мораль, и про доброе, нужное, вечное. И очень важно, чтобы в конце выступления оставалось послевкусие. Я хотела бы поскорее закончить и пойти есть шпроты, вот туда вот чуть-чуть помакать вот хлебушком. Поэтому Большой Кевин в Тёмном! Атомная сборная! Большой Кевин в Светлом вручает Олег Новицкий, Герой России! Спасибо за оказанное доверие. Хочу поблагодарить весь зал за такую бурную и замечательную реакцию. Хочу сказать спасибо всем командам. И Большой Кевин Светлом хочу вручить команде, которая позволила мне вспомнить все мои ощущения от всех трёх полётов. Мои! Большой Кевин в Золотом вручает Сергей Сергеевич Жилин! Да, очень хороший вечер мы сегодня провели. Единственное, что я завидую всем нашим замечательным гостям нашей публики, потому что вам не нужно ничего присуждать и никого журить. Но нам пришлось, нам это было сделать непросто, как коллеги говорили, очень непросто. Друзья, я поразился, насколько внимательно некоторые участники команд или некоторые команды просматривают видеоматериалы. Просто нереально. И я бы сам никогда такого не придумал, а вы придумали. Ну и потом, когда вы наконец меня познакомите с губернатором, Саша. Мы работаем! Да, и мы должны с ним прочитать рэп. Позвольте вам вручить эту птицу. Павел Павлович, Большой Кевин в Золотом! Тинькофф Банк вручает команде-победителю карту Тинькофф Блэк с суммой 400 тысяч рублей. Карта Тинькофф Блэк – это кэшбэк на покупки живыми деньгами, проценты на остаток по счету и удобное приложение. На этом все, друзья. Фестиваль закончился, но КВН продолжается. До новых встреч! Но это еще не все, дорогие друзья. По решению президента Международного союза КВН Александра Васильевича Маслякова еще один приз музыкального фестиваля – президентский Кевин – вручается команде КВН «Сборная поселка А». Субтитры создавал DimaTorzok